Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Сегодня хотелось бы поговорить о значении комнатных цветов. Какое место они занимают в нашей жизни и зачем они нам нужны? Маша, ну начну с того, что поздравлю дачников с наступлением зимы и с окончательным закрытием дачного сезона. Мы в этом году тянули с закрытием очень долго. Осень была шикарная, теплая, солнечная, сухая и, наверное, до конца ноября многие еще приезжали на дачи и делали свои необходимые дела. Но пришла зима и, как всегда, мы с вами от дачного участка, на котором у нас сейчас нечего делать, мы плавно переходим к разговору о комнатных цветах. Благо тема такая очень приятная, очень объемная и цветов очень много. Есть о чем рассказать, поговорить о чем с нашими любителями комнатных цветов. И мне кажется, что мы как бы продолжаем дачную тему. Снова будем говорить о зеленых растениях, о почве, о подготовке грунта, о болезнях, вредителях. То есть как бы дачная тема наша переходит в условия наших квартир. И будем сегодня говорить о комнатных цветах. Их великое множество, разнообразие на всякие, на любые вкусы, на любой кошелек. Независимо от того, вы умеете, вы не умеете ухаживать за цветами. Я думаю, что большинство людей любят комнатные цветы. А любят в первую очередь цветы за их красоту. Вот они нам что дарят. Красота. Сразу меняется интерьер квартиры. Сразу появляются какие-то новые ощущения. Удобство, комфортность появляется. Приятно находиться в комнате, где есть зеленые цветы. Потом, особенно когда есть дети в квартирах, есть внуки, это для них как бы школа жизни. Они учатся ухаживать за цветами, как правильно обращаться, учатся любить живую природу. Поэтому цветы несут нам красоту, уют, аромат. А кроме красоты, они несут нам еще и пользу. Ведь уже доказано учеными много раз, что польза цветов очень и очень большая. Помимо красоты, они еще дают нам здоровье, сдают нам силу, потому что очищают воздух от излучения и от сухости. Они увлажняют его, они убирают отрицательную энергию, они убивают микробов, бактерий. Ведь мы с вами проветриваем наши квартиры, открываем регулярно окна, форточки. И что мы с вами выпускаем к себе? Какой воздух? С выхлопными газами, особенно те люди, которые живут возле промышленных каких-то учреждений, заведений, промышленных зон. Но как мы с вами освежаем воздух в наших квартирах? Или кондиционеры. А заведите комнатные цветы, и вам не нужно будет ни кондиционеров, не нужно будет открывать форточки, чтобы выпускать вот эти выхлопные газы с улицы. Цветы будут и защищать вас, а стало быть, будете лучше себя чувствовать, будет лучше и внешность ваша, и самочувствие. То есть от цветов комнатных одна польза. Наталья Викторовна, что необходимо знать при выборе цветка? Ну, вы знаете, наверное, не найдется человек, который не любит комнатные цветы. Но некоторые побаиваются заводить их, потому что... Но это ведь хлопоты. Конечно, хлопоты. Но, может быть, нет времени, нет навыков. Боятся, что они создадут условия нормальные. Но хочу вас уверить, что... Некоторые забывают поливать. Это обязательное условие. Но, вы знаете, хотя бы минимальный уход, и цветы будут себя нормально чувствовать. Начинать, конечно, вот комнатный цветник заводить нужно с простых, самых простых цветов, несложных в уходе. Но, как правило, мы идем в магазин за покупкой цветов. Или нам их дарят, или мы идем в магазин, или в садовый центр, покупаем там. И, конечно, выбираем чаще всего так, чисто на эмоциях, интуитивно. Да, вот понравился цветок, вот хочу вот такой. Даже не задумываясь, что он любит, создадим ли мы ему нормальные условия, подходит ли наша квартира для его выращивания. Лучше, конечно, если что-то вам очень нравится, нужно рационально подойти к этому. Посмотрите в интернете, почитайте об этом цветке. Что он собой представляет? Может быть, он очень капризный, и вам будет не по плечу. Ну, не создадите вы таких условий. Или повышенная влажность, или досветка ему нужна. Или еще какие-то условия, в которых ваша, допустим, квартира выходит окнами на север. Ну, понятно, что не каждый цветок уживется в вашей квартире. И, конечно, часто ошибку делают при выборе цветов, когда покупают их. Ну, выбирают вот самый пышный цветущий кост. И думают, что так оно и будет, вот принесу эту цветущую розу, там, или орхидею, и так она будет цвести, или азалия не осыпется. Нет. Понимаете, цветение активного, такой рост вегетативный, да, цветка, говорит не о том, что он очень и очень мощный, он будет долго цвести. Это говорит о том, что он давно выведет на состояние покоя, обработан биостимуляторами, и можно сказать, что он уже находится… На последнем издыхании практически, да. И как часто бывает… Все свои силы уже такое растение отдало. Да, поэтому старайтесь смотреть, чтобы листья были здоровые, без пятен, хороший был тургер, то есть упругость листа, чтобы были не вялые, никаких вредителей, понятное дело, еще не хватало занести какой-нибудь там тлю или клеща. Клеща. Обязательно смотрите. И интересуйтесь у продавцов хотя бы название, потому что многие покупают, понятия не имея, что купили, потом начинают искать, что же это за цветок, что за экзотика такая. И лучше начинать, конечно, с таких простых, нетребовательных цветов. Наталья Викторовна, сейчас в наших магазинах представлено огромное количество импортных цветов. В чем особенность их? Вы знаете, раньше, конечно, у нас продажи цветов не было так много, а сейчас вот эта промышленность, индустрия, она очень широко развивается. Цветов великое множество и чаще всего цветы импортные. Но вам повезет, если вы купите отечественный горшок, потому что многие тепличные комбинаты, они тоже сейчас специализируются на выращивании комнатных цветов. Здесь проблем не будет, потому что цветы растут в грунте, в нормальном, и единственное, вам может не понравиться, может быть, отечественный горшок, он не такой будет красивый, но это ничего страшного, просто вы можете поставить его в другой поддон или пересадить. А вот с импортными цветами дело обстоит сложнее. Дело в том, что согласно международной конвенции импортеры цветов, они не имеют права перевозить грунты, землю в любом виде, с одной стороны в другую. Поэтому в земле цветы их не выращиваются. Для цветов подходит, не подходит, вернее, они подбирают специализированный транспортировочный так называемый субстрат. А вот этот субстрат, он не пригоден для роста цветов. Он будет пригоден для какого-то очень небольшого промежутка времени. Ну, понятно, что нужно цветок вырастить, нужно его продать, и чтобы он хотя бы какое-то время у вас пожил. Чтобы пока его привезут из-за границы, а он уже в рефрижераторе благополучно завянет. Нет, они как долгоиграющие букеты используются. То есть вот этот транспортировочный субстрат, он как бы обволакивает корни растения. Цветок выращивался в промышленных условиях. И вот там специальная температура, влажность воздуха, там без полива, без всего. И вот этот субстрат, он не предназначен для того, чтобы поливали цветок, потому что он просто не намокает. Понимаете? А когда привозят за границы цветок, мы начинаем его активно поливать. Во-первых, меняется температура, меняется влажность, начинаем цветок поливать. И вот этот субстрат, он начинает набухать, он не пропускает воздух, кислород, не пропускает воду. И создаются такие самые оптимальные условия для загнивания цветка, для того, чтобы корни пропадали. А нам-то хочется купить цветок, да чтобы он у нас долго жил. Мы же не заграничные с вами жители, которые купили, цветок отцвел, его можно сдать в магазин или выбросить на мусорку. А мы, если купили цветок, он у нас должен жить несколько лет. Уже становится членом семьи, и мы будем прикладывать титанические усилия, чтобы его выходить, чтобы его реанимировать. А он не рассчитан на это, потому что этот субстрат не рассчитан на долгую жизнь цветка. Он кратковременный. Наталья Викторовна, чем опасен субстрат для растения, ну вот кроме того, что вы уже перечислили, кроме загнивания корней? В принципе, субстрат, он напоминает собой торф. Он таким и является, но очень сильно стерильным. И поэтому корни в нем практически не развиваются. И когда вы начинаете, ну что мы можем, конечно, мы думаем, что цветок будет расти, ну мы его принесли, он цветущий, красивый. Мы его начинаем активно поливать. А субстраты этого не любят, он для этого не предназначен. Поэтому мы создаем все условия для скорой гипели растения. В субстрате растения жить не будут. Им же нужно корни куда-то пускать, им нужно дышать. Но мы, может, немножечко подсыпем хорошей свежей почвы. Подсыпали, сделали еще хуже. Потому что вот возле этого субстрата образовался как бы компресс. И вообще мы прекратили туда доступ воздуха и влаги. И понимаете, цветок, 9 растений из 10 погибает, если мы не будем пересаживать растения. Субстрат не годится для роста. Поэтому импортные цветы чаще всего в 90% мы пересаживаем. Наталья Викторовна, сразу ли мы пересаживаем купленные цветы? Нужно пересаживать и пересаживать сразу. Потому что вы начинаете поливать. Субстрат этот набухает, не пропуская ни воздух, ни воду. Поэтому что ждать? Вы, конечно, покупаете чаще всего цветущие растения. И считается, что цветущие нельзя пересаживать. Но все равно оно у вас сбросит бутоны, сбросит цветы, завянет. Поэтому пересаживайте даже цветущие. И пересаживать нужно, освобождая корни от этого перевалочного субстрата искусственного. Потому что, когда вы пересаживаете растения, вы видите, что корни, они как бы завернуты вновь в такую сеточку небольшую. Или плотный-плотный ком земли, который не дает корням выйти наружу. Поэтому обязательно нужно пересаживать. И не методом перевалки, чтобы вот это растение с этим комом земли, субстратом, вокруг обложить в хорошей почве. Нужно обязательно вот эту всю почву от корней стараться максимально убрать. И обязательно пересадить. Если вы не пересадите, растение в ближайшее время у вас погибнет. Потому что столько оно выдерживает стрессов. Оно росло в промышленных условиях. Его поставили в рефрижератор. Оно ехало через границы. Там можно найти все эти контроли. Потом оно приехало в магазин. В магазине тоже знают, что в субстрате оно долго расти не будет, но его нужно продать. Поэтому он начинает поливать, обрабатывать биостимуляторами, чтобы оно цвело. И потом наконец-то его продают нам. И думают, ну и слава богу, мы радуемся, но радуемся очень недолго. Поэтому покупные импортные цветы мы стараемся сразу пересаживать. Берем нормальный грунт, где будут расти корни. Конечно, растение будет болеть, но вы к этому должны быть готовы. Поэтому старайтесь покупать и цветущие растения. Старайтесь, чтобы там были бутоны, которые можно еще пересадить в здоровое, хорошее зеленое растение. И готовьтесь к пересадке, если это импортное растение. И самое главное, прежде чем купить тот или иной цветок, нужно собрать о нем информацию. И сведения, чтобы знать, как за ним ухаживать. Спасибо, Наталья Викторовна, за ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания.